Привет, друзья! С вами Ухты Кухня. У нас сегодня салат большая ложка из баклажанов. Почему большая ложка? Потому что вкусно так, что едим только большими ложками. Баклажаны. У меня молоденькие, красивые. Их нужно нарезать на брусочки. Хвостики убираем, конечно же. Примерно вот такие. Перекладываю в миску. Хорошо солю, щедро так. Подмешаю. И оставляю минут на 10-15, чтобы пустили сок. Что нам? Еще один. Гулянка удержит хорошая. Конечно. Как говорят, хороший день рождения, три дня гуляют. А то и неделю. Ну да. Ну, я думаю, будет достаточно нам. Красота. Оставляем. Пусть, пусть от сок. Ну что, хозяюшки, прошло время. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Зачем нам лишние калории? Вот так вот. Сейчас проверю, нагрелось ли масло. О, бульбашки пошли. Значит, маслица хорошо нагрелась. Чтобы баклажаны не впитывали в себя много жира, их нужно отжать. Беру небольшую порцию и отжимаю. И на сковородочку. Обжариваем до мягкости и красивого румяного цвета. Красота. Ну, а я и остальные пока поотжимаю. Отожму и в отдельную тарелочку. О, я со всеми баклажанчиками справилась. Вообще, друзья, у баклажанов такая текстура, как у губки. Они хорошо в себя впитывают абсолютно все. Жир, жидкость. Подсмотрела этот полезный секрет у одного шефа. Проверила, работает. Рекомендую. Ну что, хозяюшки, я результатом довольна. Все баклажаны я обжарила на 2 столовых ложках растительного масла. Вообще, красота. Перекладываю в мисочку. Класс. Ай, какие красивые. Ну что, продолжаем. Мне нужны помидорки. Хочу похвастаться. Посмотрите, какие помидоры я вырастила на своем огороде. Рассаду покупала на рынке, а они вот какие выросли. Я думала, они красные будут. Все зеленые и зеленые. И зеленые, и зеленые. А вот тут стали какие-то полосатые. Сладкие-сладкие. Конечно же, помидорки вы можете взять любые. Отрезаю плодоножку. И разрезаю на 4 части. Вот так вот. Посмотрите, какие они даже в серединке. А этот какой будет? Зеленый. Может он зеленый? Нет, сережка. Они очень сладкие, ароматные, классные. Не знаю, что это за сорт. Ну класс. Также у меня желтенькие есть. Добавляю к баклажанам. Посмотрите, какая красота. А я, наверное, еще и красненького добавлю. Вот этого вот. Сливочку. Такие вот у меня в этом году сливки. Плотные, мясистые. Количество помидор в салате можно регулировать по своему вкусу. Сколько любите? Я примерно 50 на 50. Ароматный укроп. У меня уже новый в этом сезоне. Второй раз посеяли. Да, и вырос так быстро. Вообще класс. Рада, что это сделала. Сюда же. Красота. И еще мы любим добавить в этот салат листики базилика. Если любите, друзья, кинзу, добавьте кинзы. Вообще класс. Но сережка ее не любит. Поэтому я вот так вот. Так, что еще, друзья? Чеснок. Через пресс. Потом сережка спрашивает, кто опять чеснодавилку поломал. Все. Осталось это перемешать. Соли я не добавляю, так как я щедро солила баклажаны. Сережка, сейчас за тазик и на праздник. Опа, понял? Это точно. Да. И рекомендую накрыть это все дело тарелочкой. Поставить сверху небольшой грузик. И в холодильничек. Хотя бы на 2-3 часика. Какая песочница? Ты уже половину съел. Друзья, салатик настоялся. Сережка мой уже пробу снял. Сейчас покажу вам результат. Тебе понравилось? Конечно. Да, ему понравилось. Посмотрите. Салатик пропитался. Все вкусы объединились. Хочу сказать, что это обалденно вкусно. Чем дольше он стоит, тем вкуснее становится. Вот что у нас осталось. Как говорится, остатки самые сладкие. Красота? Красота. Ой, можно прям вот так большой ложкой кусочек хлеба белого или черного. Все. Не нужно больше ничего. И мне чуть-чуть осталось. Это не трогать. Это мне. КОНЕЦ